Кинокомпания «Метро Голвинмайер» представляет Адельф Мэнджу, Ава Гарднер, Кинан Уин и Эдвард Арнольд в фильме «Рекламисты». В фильме также снимались Обриматор, Ричард Гейнс, Фрэнк Альбертсон, Клинтон Сандберг, Глория Холден, Конни Гилкрест. По мотивам романа Фредерика Вейкмана, сценарии Лютера Дэвиса, адаптация Эдварда Чодорова и Джорджа Уэллса. Оператор Гарольд Рассон, монтаж Фрэнк Салливан, композитор Ленни Хейтен. Продюсер Артур Сторонблоу-младший. Режиссер Джек Коннери. Доброе утро, сэр. Здравствуйте, мистер Норман. Как дела, Фрэнк? Ключ, пожалуйста. Да, сэр. Мистер Норман. Мистер Норман, дорогой мой. Бетти, милая моя. Я слышала, что ты еще вчера приехал, а я-то выходная была. Бетти, дорогуша. Ты стала еще красивей. А я все утро ждала, что ты позвонишь и закажешь завтрак. Я уже позавтракал. Дорогуша, ты не пошлешь за костюмом, который я вчера отдал погладить. Я спешу. Войдите. Доброе утро, мистер Норман. Доброе утро, мистер Глаз. Как поживаете? Покладил все, как вы любите. И с лица, и с изнанки. Даже с изнанки, разумеется, тоже. Можно было не утверждаться. Ее же никто не увидит. Дам? Привет. Ну, неужели? Спокойной ночи. Совсем как прежде. Мистер Норман, а чем вы теперь занимаетесь? Рекламой? Я не так уж в этом разбираюсь. А значит, прежняя работа, мотаетесь между Нью-Йорком и Голливудом? Нет, так я работать больше не намерен. Сейчас меня ждет кое-что большее. А что узнаю через час? А сделать вам ванну? Нет, я уже вымылся и побрился. Вы получите, что хотите. Откуда вы знаете? Вы же говорили моему сыну, когда он впервые устраивался. Если выглядишь так, как будто работа тебе не нужна, то обязательно ее получишь. А вы выглядите превосходно. С этой работой, мистер Глаз, мне недостаточно будет убедить других, что я в ней не нужнаюсь. Нужно сделать вид, что я не хочу ее делать ни за какие коврижки. Но, мистер Норман, вы справитесь. Позовите меня, если что-то понадобится. Подождите, мистер Глаз. Нет, нет, мистер Норман, не надо чаевых. Сегодня за счет заведения. Точно? Абсолютно. Иначе я буду оскорблен. Что ж. Мистер Норман, зачем вы так? Так было надо. Теперь у меня ровно 50 баксов. Неужели вы серьезны? В такое время выбрасывать деньги. Я постоянно напоминаю себе, что деньги всего лишь деньги. Такая мысль поможет мне быть убедительной по поводу работы. Чего желаете? Мне нужен очень искренний галстук. Прошу прощения. Мне надо выглядеть особенно искренним, честным, достойным доверия. Что ж. Как насчет этого, расписанного вручную? 35 долларов. Достаточно искренний? Думаю, он подойдет лучшему. Рекламное агентство Кимберли, пожалуйста. 41, 42, 43. Башня Кимберли. А сам мистер Кимберли? Мистер Кимберли, последний лифт. Башня Кимберли. Спасибо. Башня Кимберли. Да? Конечно же. Правда? И они встречались? Да, ты права. Ты так права. Ну, продолжай же. Ты узнала, кто он? Клиент Кимберли. Пригласим ее пообедать и все расспросим. Райское косметическое мыло. Хорошо. Созвонимся позже. Пока. Да. Виктор Норман. Вам назначено? Да. Мистер Норман. Входите. Спасибо. 80, 81, 82, 3, 4, 5, 86, 87, 88, 89, 90. Неплохой результат. Рад тебя видеть, Вик. Как жена? Я не женат пока еще. Ну что ж, в половине случаев этот вопрос сходит мне с рук. Осмотрим. До войны ты работал с Джей Беричи. И в Голливуд Чарли немного. А до того был директором радиостанции Прэттен Бердж в Нью-Йорке. Какого рода работу вы ищите? Любую. Лишь бы за нее платили 25 тысяч в год. Для начала. Только для начала. А вы не стесняетесь, какой у вас интересный галстук. И я решил, что вам понравится. Я отдал 35 баксов, чтобы произвести на вас впечатление. А зачем говорить об этом? Я решил говорить искренне. Чтобы вы знали, что я честен. Теперь я это вижу. Извините, минутку. Да? Да, мистер Эванс. Да, я вас понимаю. Да, мистер Эванс. Это мистер Эванс Левлен Эванс. Мылоторговец. Да, мистер Эванс. Ваш процент. Я всех засажу за работу. Да, мистер Эванс. Да, сэр, увидимся завтра. Ему не нравится рекламный ролик, сделанный для радиопрограммы про косметическое мыло. Этот ролик новый. Оригинальный. Он называет заурядностью. Но он ведь такой запоминающийся. Прости, Вик, но мне лучше сходить вниз поговорить с Куком. Он у нас работает с Эвансом. Давай мы с тобой поговорим в другой раз. Конечно, я еще буду в городе. Знаете, я вроде про него слышал. Он не заурядный человек. Зато он платит нам почти 10 миллионов в год. Конечно, он не заурядный. И доставляет много хлопот. Он правда стоит 10 миллионов в год? Что ты хочешь сказать? Когда вы говорили с ним, у вас был нервный голос. Такие язвы нажить можно. Стоит это того? А ты бы разве не нервничал? Наверное, нет. Вик, погоди. Вот что я скажу. Кукос торчертел Эванс, и наоборот. А ты мог бы подойти для такой работы. Но может и нет. Я мог бы согласиться на такую работу. Но может и нет. А вот это в вашем агентстве мне не нравится. Люди тут работают. Так и я тоже работаю. Вы волнуетесь, а это другое дело. Привет. Подумать только. Вик, дорогой. Не думала тебя увидеть. Считала, что ты умер или женился, например. Привет, Джин. Я так рада. Просто на седьмом небе. Я ведь как раз шла обеда с... Джин, познакомься с мистером Киммерли. Мисс Агилли, сэр. Здравствуйте. А вы красавица, мисс Агилли. Вы так любезны. Я сменила прическу. Вик, ну ты хорош. Армия пошла тебе на пользу. Где ты сейчас? Элси Рока. Еще несколько дней будут. Я зайду к тебе в гости. Сегодня? Возможно. Тогда смотри, не задерживайся. Ты ведь знаешь, что меня трудно застать. Я смотрю, ты талантлив, Вик. И очень. Это необходимо. Ты ведь знаешь, каков старик. Вик, постарайся уже закончить полудню. Началось в восемь утра это. Он позвонил в восемь. Хорошо, Кук, знаком с Виком Норманом. Конечно. Привет, Вик, рад тебя видеть, хорошо выглядишь. Спасибо, на добром слове. Как дела? Мне достается, Вик, очень сильно. Он настаивает, чтобы мы взяли другую звезду. Наша новенькая ему не нравится, потому как он слышал, что она развелась с мужем, а он в развод не верит. Ким, он... Извините, цару, уже 11.30. Да, звони, пусть начинай трансляцию. Тебе повезло, Вик, мы сегодня пускаем новый ролик. Начинайте трансляцию ролика косметического мыла. Эванс этого еще не слышал. А теперь новая информация от создателей косметического мыла. Косметическое мыло. Запах приятен и тело красиво. Покупайте наше косметическое мыло. Косметическое мыло сделает вашу кожу чистой и ухоженной, а потому... Ну, что думаете? Нормально. Пожалуй, хорошо, Вик, что думаешь? Мое мнение пока не оплачивает. Ну, а я считаю, что ролик хорош. Но ему он не понравится, потому что он вбил свою голову, что я все делаю плохо. Ну, успокойся, старик. А то наш приятель решит, что здесь сумасшедший дом, а не рабочее место. Неужели Вик будет у нас работать? Судя по всему, он может оказаться как раз тем, кто нам нужен. Вик, мне нравится, как ты держишься. Так что когда-нибудь мы будем работать вместе, даже если мне придется выдумать тебе должность. Буду рад обсудить это с вами. До свидания. Пока, Кук. Если можно, дам совет. Шел бы ты отдыхать. Сходи на массаж. Или на пейсе. Это мне и надо. Посмотри, Вик. Грядет новая компания, нам нужны 25 женщин из общества. Вес только найти. Разве что на кладбище. И каждую надо уговорить рекламировать косметическое мыло. Иначе Эванс нам голову снимет. Потому и звонил. А что они с этого получат? Пять тысяч долларов в виде благотворительности. А что это за миссис Фрэнсис, экс Доранс, в начале списка? Новая звезда? Нет, это дочь английского лорда. Слышал про генерала, сражавшегося на Филиппинах? Да, это безотказный ход. Дамы из общества плюс война. Воспользуемся? Кук, давай не будем беспокоить Вика нашими проблемами. Буду рад тебя снова увидеть, Вик. Навести нас. Да, вы правы. Знаете, мне нравится эта мысль. Хорошая реклама. О чем ты, Вик? Да как я ей это предложу? Когда я с ней разговаривал, она даже фотографам не позволила войти в свой дом. Я давно этим занимаюсь, но все же не настолько бестактен, чтобы так беспокоить даму. Ну же, Джон, успокойся, успокойся. Это я такой бестактный. Так что поговорю с ней. Ты серьезно? Правда? Возможно, что работа интересует тебя больше, чем ты показываешь. Не нужно хитрить. Зачем мне работа, которую так навязывают? Я просто окажу вам услугу. И как вы это сделаете? Я возьму трубку. Женщины склонны доверять мужчине с трубкой. Еще бы мне подошла собака. Неужели ты пойдешь прямо сейчас так запросто? Нет, сначала я позвоню. Богатым женщинам нужно по меньшей мере 10 минут на подготовку. Пока. Эй, ко мне. Привет. Миссис Доранс, я полагаю. Надеюсь, вы ожидали моего визита, миссис Доранс? Миссис Доранс, мы уже встречались прежде. В Париже, Майами. Или же нас обоих представляли ко дворю. Куда же мы пойдем, миссис Доранс? На танцы? Хотите? Это будет весело. Эллен. Да. Миссис Доранс? Это я. Меня зовут Норман. Я вам звоню. Да, я помню. Благотворительная компания. Ходите, мистер Норман. Иди играй, милая. Извините, что Эллен вас побеспокоила. Нет, что вы, мне очень понравилось. Спасибо, Эллен. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. Простите, что ничего не организовано. У горничной выходной, а сиделка простужена. Подождите здесь, я сейчас. Спасибо. Идем, милая. Даже не знаю, как извиниться за Эллен. Обычно она рабеет. Она почти со мной не говорила. Присаживайтесь, мистер Норман. Итак, что я могу сделать для Лиги Благотворительности? Что ж, на самом деле я работаю на косметическое мыло. Косметическое мыло? Точнее, я работаю на рекламное агентство, сотрудничающее с этой компанией. Вы знаете о рекламных агентствах? Здесь они не такие, как в Англии. Сейчас я гражданка Америки, мистер Норман. Но вы правы, о таких вещах я знаю немного. В таких агентствах люди делают особые ролики для радиопередач, в которых поются хвалы их продукции. Так, корыстолюбцы накручивают примеры. Корыстолюбцы? Корыстолюбцы. Это профессиональные торгаши, расваливающие свой товар. Сейчас они пользуются радиом. Должно быть, это интересно? Да. Ну, лучше я перейду к делу. Миссис Доранс, вы не обращали внимания на публикующиеся в журналах фотографии людей вашего круга, рекламирующих разные товары? Возможно... Вы хотите, чтобы я рассказывала о косметическом мыле? Взамен вы получите пять тысяч на благотворительность. Поэтому я и сказал, что представляю Лигу Благотворительности. Ясно. Мистер Норман, надеюсь, вас не шокирует, если я скажу, что люблю заниматься благотворительностью для себя. Что вы имеете в виду? У меня растут двое детей, а генеральские вдовы не богаты. Я-то считал, что вас будет непросто уговорить. Миссис Доранс, вам еще надо поучиться. Простите? Если бы вы держались жестче, я бы предложил вам больше денег. Вы не возьметесь меньше, чем за семь с половиной тысяч. Вот что я им скажу. Возможно, они согласятся. Вы всерьез? Во-первых, это не мои деньги. Во-вторых, если я скажу, что вы просто сидели и ждали предложения, то получится, что я ничего не заработал. К тому же, вы так фотогеничны, что я бы постарался выбить и десять тысяч. О, нет, благодарю. Боюсь, я не могу согласиться даже на добавочные две с половиной. Хотя я готова подтвердить, что вы меня долго уговаривали. Мне и так кажется, что вы мне переплачиваете. Привет, я Хэл. Моя сестра просила спросить у вас кое-что. Вы на ней женитесь? Сейчас. И я бы с удовольствием. Хэл, отведи сестру наверх. Сейчас мистер Норман слишком занят, чтобы жениться. И Хэл, когда делаешь предложение вместо сестры, говори, пожалуйста. Эллен, очень на вас похоже. У вас обеих такой тип красоты, который с возрастом делается все лучше и лучше. Мы удаляемся от косметического мыла. Да, я понимаю. Миссис Доррен, смогу ли я назначить для вас встречу с фотографом завтра после полудня? Мы хотим скорее начать компанию. Завтра? Хорошо, это меня устроит. Дети будут пристроены. Их можно взять с собой. Буду рад их увидеть. Вы там будете? Если вы их приведете. Да? Они так вам понравились? Очень. Папаша Норман обожает малышей. До свидания. До свидания, мистер Норман. Нет, 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 дорогуша, мне нужно совсем другое. Нет, ты держишь их слишком близко и недостаточно вытягиваешь. Смотри. Одну ногу поднять выше, а другую заметно ниже. И держи их сжатыми. Подними бутылку. Смотри на этикетку. Держи. Вот так, идеально. Держись так, девочка. Сделай вдох. Улыбнись. Замри. Великолепно. Да, в чем дело? Я миссис Дорренс. Вы меня ждали? А, косметическое мыло. Вы как раз вовремя. Смените фон, пожалуйста. Как поживаете, миссис Дорренс? Спасибо, хорошо. Я Майкл Майклсон. Вижу, вы привели детей. Как мило. Спасибо. Идите за мной, пожалуйста. Посмотрим, подойдет ли костюм. Костюм для меня? И очень красивый. А вот ваш фон. Что пойдет вам больше, персиковый, вишневый или черный? Это, это для меня? Нравится? Они хотят, чтобы я выглядела роскошно? Вам это пойдет. Очень. Спасибо, но я никогда ничего такого не носила. Даже у себя дома. Я всего лишь фотограф делаю, что мне скажут. На вашем месте я бы просто это надел. Привет, Эллен. Как поживаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Это шикарно. Познакомьтесь, мисс Кеннеди. Мистер Эванс занят, она его личный советник по рекламе. Мисс Кеннеди, миссис Доренс. Рада знакомству. Здравствуйте. Это мистер Майкл Майклсон, мистер Норман. Благодарю, мисс Доренс. Привет, Хэл. Привет. Ну что ж, миссис Доренс, приступим к работе. Как думаете, они решили, что наняли леди Годиму? Не могу сказать. Ведь вам нравится? Откровенно говоря, мистер Эванс их одобрил. Мистеру Эвансу не надо их носить. Удивлен, что он не хочет фото миссис Доренс в пенневроне. Не глупите, мистер Норман. Косметическое мыло не пенится. Можно мне надеть под него сорочком? Так не полагается. Разумеется, нет. Маму будет видно насквозь. Ты прав, Хэл? Мистер Норман. Все будет в порядке. Думаю, мы сфотографируем миссис Доренс в вечернем платье, сидящую на стуле, с простым фодом. Хэл слева, Эллен справа. Я бы предпочла это. Что ж, похоже, вы не понимаете. Мистер Эванс не предложил этот сюжет. Он заказал его. Мисс Кеннеди, мы поняли ваш протест. Но я представляю рекламное агентство Кимберли. Именно наше агентство устроило эту встречу. Так что у вас есть один выход. Проинформировать обо всем мистера Эванса. Он скоро об этом узнает. Только не перепутайте мое имя. Виктор Норман. У вас есть простой стул? Мистер Норман, не думаю, что мистеру Эвансу... Беру ответственность на себя. Видно, не любите свою работу. Пожалуйста, мистер Норман. Вик. Вик, вы так добры ко мне. Я не хочу, чтобы это стоило вам работы. Не волнуйтесь. Я не позволил бы вам позировать в таком наряде. У вас есть длинное королевского вида платье? У меня есть одно длинное. Хорошо. Установите простой фон и стул, пока я съезжу с миссис Доранс за другим платьем. Ладно. Миссис Доранс, пожалуйста, детей возьмите. Мы послали ему конфетку. А он что сделал? Что это такое? У меня уже голова раскалывается. А у меня язва. Доброе утро, господа. Где ты был, Вик? Мы тебя уже час ищем. Простите, я был внизу, работал с записью. Теперь можете получить рецепт создания рекламного ролика от доктора Нормана. Хватит, Вик, сядь. Ты о чем думаешь, Вик? Думаю, что делаю все, как надо. Видишь вот это? С меня голову снимет. Вижу, что вам прислали новые фото. Прислали, точно. Достойно. Вы не находите? Ты чего добиваешься? Чтобы я потерял 10-миллионный заказ? Полагаю, Эвансу фото не понравилось. Он не звонил. Положение у нас хуже некуда. Ну, тром чую. И это будет номер три. Номер три? Это значит, что Эванс пришлет троих, не меньше. Если что идет не так, он устраивает проверки. Я помню, как это случилось в прошлый раз. Тогда мне пришлось все объяснять его главному кооператору, его персональному... И мне кажется, что ты как раз тот, кто нам нужен. Разумеется. Конечно, ведь ты же накачал это на мою голову. Что мне ему сказать? Ничего, я сам все скажу. Вы просто представьте ему меня как причину неприятностей. Что ты скажешь? Что-нибудь придумаю. Вы меня просто огорчаете. Я еще никогда не видел, чтобы так боялись заказчика. Если бы это был не Эванс, все было бы иначе. Мистер Кимберли, он позвонил. Он хочет немедленно вас видеть. Что за номер? Два, три? Мистер Кимберли, это четыре. Вик, сядь тут. Мистер Эванс сядет во главе стола. Пожалуй. И Вик, не вздумай ему перечить. Мне надо рассказать о лучших сторонах нашего дела. Просто расскажи ему, что не так. Этого еще никто не отваживался сделать. Точно. Джентльмены, мисс Кеннеди, позвольте представить вам мистера Нормана. Вик, это мистер Пол Эванс, сын мистера Эванса. Мистер Элисон, особый ассистент мистера Эванса. Мистер Джордж, консультант по косметическому мылу. С мисс Кеннеди вы уже знакомы. Мистер Эванс, это мистер Виктор Норман. Мистер Кимберли, мистер Норман, только что я поступил отвратительно. Запомните, что я сделал. Мистер Норман, если никто вас не знает, ничего продать вам не удастся, так? Так. Понимаете, мистер Норман, у меня есть свои соображения, как продавать товар. Я верю, что демонстрация помогает торговле. Другой способ, и вы в луже. Понимаете? Я предоставляю вашему агентству 10 миллионов долларов на рекламу. Знаете почему? Я вам скажу один секрет мыловаренного бизнеса. Он ничем не отличается от любого другого. Парфюмерного или еще какого. Мыло есть мыло, хотя и тут есть хитрости. Но публике на это плевать. Отличие заключается в продаже и рекламе. Мы продаем наше мыло вдвое быстрее конкурентов. Почему? Благодаря рекламе. Точно. Точно. Наша реклама эффективнее другой, мистер Норман. Тем не менее, мы тратим на нее на 2 миллиона меньше, чем конкуренты. Мы превосходим их и по рекламе, и по продажам. Не наводят на мысли? Опираясь на эти цифры, я могу сказать, что мы все делаем правильно. Цифры не теория, а настоящий факт. Например, косметическое мыло, косметическое мыло. Повторяется, пока не запоминается. Раздражайте, мистер Норман, раздражайте покупателя, раздражайте и сбивайте с толку. Понимаете, о чем я? А теперь взглянем на этот рисунок, изображающий даму. Она просто стоит. А ведь этот сюжет мы обсуждали 3 месяца. И все мои служащие, получающие около миллиона в год, посчитали, что сюжет хорош. Этот сюжет бьет точно в цель. Соответствует всем теориям. Так? Так. А вам, молодой человек, значит, не понравилась наша версия. Почему? Скажите мне, почему. Мистер Эванс, я тщательно изучил предложенный сюжет и нашел чрезвычайно неподходящий элемент. Этот элемент противоречит всем нормам, относящимся к косметическому мылу. И что это за элемент, мистер Норман? Кому как не вам знать, что косметическое мыло продается по 7 центов. Его покупают все. Оно не предназначено исключительно для дам легкого поведения. А этот рисунок. Дама практически в неглиже. И это для косметического мыла? Это полурождетая дамочка в бодуаре? Меня это нисколько не беспокоит, мистер Эванс. Косметическое мыло – чистый продукт. А предложенная реклама не слишком чиста. Мистер Норман, снимаю перед вами шляпу. Вы правы. Мистер Эванс, думаю, вам будет приятно узнать, что вчера Вик всю ночь придумывал для вас рекламу. Если хотите, сейчас мы можем ее послушать. Давайте. Я его люблю. Да, Вайолетт, всем нравится косметическое мыло. Известно, что им пользуется кинозвезда Ванда Джин, и все видят, какой от него эффект. Это потрясающе верно, мисс Джин? Мои зрители чуть ли не требуют, чтобы я пользовалась косметическим мылом, ведь это так полезно. Я очень люблю это мыло. Косметическое мыло пользуется успехом не только в Голливуде, но и по всей стране. На востоке, севере, юге. Верно, Коннор? Да, косметическое мыло делает цветущую красоту наших очаровательных ежанок еще чище и чудесней. Все они без ума от этого мыла. А на севере Форман? Там тоже его любят. Что-нибудь еще? Нет, просто любим это мыло. Итак, косметическое мыло повсюду. В городах, на фермах. Так, Беском? Сейчас некогда разговаривать. Я мою сына косметическим мылом. Сынок, не дергайся, мыло в рот попадет. Знаю, мам, мне нравится это мыло. Вот, ребята, косметическое мыло моет всю страну. Косметическое мыло приносит красоту. Не забывайте. Я его люблю. Мне нравится. Мне нравится, мистер Норман. Все они повторяют какое-то хорошее мыло и интервью с кинозвездой то же их место, вместе с опросом простых людей. Это замечательно. Косметическое мыло пользуется спросом везде, не забывайте. Так, так. Мистер Кимберли, у вас уже есть должность для мистера Нормана? Да, мы хотели сделать его ассистентом мистера Кука. А клад? Достаточно и на первоначальное время. И машины. Отлично. Что ж, мистер Норман, вижу, что вы не боитесь показывать зубы. Для меня это тоже не проблема. Поздравляю вас, мистер Норман. Благодарю вас, мистер Эванс. Вы очень добры. Приходи сегодня ко мне на ужин. Шампанское гарантирую. Отпразднуем. Точно. Алло. Да, Вик. Вот что, Кей, мой босс хочет, чтобы я сегодня поужинал с ним, его женой, у него дома. Вдобавок, это все связано с тобой и тем, как бы ты выглядела в том прозрачном наряде. Думаю, я выглядела бы ужасно. То есть, такой наряд не подойдет мне. Наоборот, очень подойдет. Вот только показываться в этом Эвансу слишком жирно для него. Ужин сегодня. Хотел бы я, чтобы ты видел выражение моего лица. Если ты придешь... Кимберли налево. Спасибо. Моя сережка. Я бы хотел, чтобы мы отправились в другое место. Наедине. Разве тебе не нравится Кимберли? Я совершил ошибку, приведя тебя сюда. Кимберли все время говорит о делах. А куда бы мы пошли? Например, в Сторк Клаб. Я давно там не был. Столик в углу. Мы бы заказали вина. Вы умеете убеждать. Хорошо. Знаешь, кто ты, Кэй? Ты очень честная. Говоришь то, что думаешь. Мне немного встречалось честных людей. Я не знаю, нравятся ли они мне. Как знать, что они сделают потом? Добрый вечер. Это я имел в виду. Нельзя верить честным людям. Вниз. Извини, Джим. Кимберли? Да. Виктор Норман. Одну минуту, сэр. Я извещу миссис Кимберли о вашем прибытии. Я по-прежнему считаю, что лучше бы нам уйти. Мне кажется, дворецкий считает так же. Добрый вечер. Добрый вечер, миссис Кимберли. Я Вик Норман. Очень приятно. А это миссис Доран с миссис Кимберли Кей. Рада знакомству. Пожалуйста, проходите. Как мило, что вы зашли. Вы тоже живете поблизости? Я живу в нескольких кварталах отсюда. Вик пригласил меня с собой. Надеюсь, что вы не против. Что вы, это так мило. Разве мистер Кимберли не предупредил, что мы придем? Вообще-то нет. Он лишь сказал, что мы идем в ресторан. Но все в порядке, правда. Пожалуйста, садитесь. Принесите мартини. Ким порой устраивает мне сюрпризы. Он вернулся, словно сам не свой. Вы ведете с ним дела? В какой-то мере. Вик, должно быть трудно выносить день из-за Эванса. Если сегодня был день Эванса, то все понятно. Всякий раз это ведет либо к празднованию, либо к депрессии. Сегодня, стало быть, будет праздник. Да, сегодня мы вышли победителями. Повезло. Я так рада. Вся его жизнь принадлежит мистеру Эвансу и другим клиентам. Все в рекламном деле такие или многие. А что мистер Норман? Мне так не кажется, ты такой, Вик. Не говорите Киму, что мой ответ нет. Я не настолько искренен. Пришли наши гости. Добрый вечер. Ким, это миссис Дорринс. Умф. Умф звучит как-то неожиданно. Он это не со зла, миссис Доррис. Простите, не Доррис, а Дорринс. Стоит ему выпить пару бокалов, и все женщины становятся умф. Все женщины поголовуно. Простите, я не хотела. Ничего страшного. Этим вечером я почему-то часто ошибаюсь. Что ж, похоже, я допустил ошибку, не сказав тебе, кто с нами ужинает. Но Вик устроил такую чудесную рекламу. Люблю это мыло. Прошу прощения, кажется, разговор будет о делах. А мы ли и умф? Почему бы и нет? Мне бы не хотелось. Ким, мы ведь идем ужинать. Конечно, конечно. Куда бы ты хотел, Вик? Куда скажешь, Ким? Я бы предложил тихий ресторанчик. Но увидев, насколько умф миссис Дорринс... Мне стоит благодарить вас за эти слова. Нет, в этом нет необходимости. Послушайте, я знаю одно превеселое местечко, где можно отведать хороший стейк, но, возможно, Вику туда не захочется. Почему? Элси Рокко. Твоя подруга-певица тоже вполне умф. А с умф не стоит перебарщивать. Мне не важно, куда мы пойдем, так что пусть решают дамы. Куда бы вы хотели, миссис Дорринс? Разумеется, в Элси Рокко. Принеси мне туфли и носки, Кормот. Тогда и пойдем в Элси Рокко. Почему мы с тобой говорим взглядами? Почему ходим под руку на прогулках? Почему мое сердце поет, когда мы рядом? Нет, не говори ни слова. Не говори, что это лишь ложь. Почему мы говорили слова, о которых я прежде не знала? Почему, когда мы вместе, я слышу письме ангела? Нет, не говори ни слова. Неужели это любовь пришла? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она очень привлекательна. Да, она хорошо, просто умф. Мила, ты привлекаешь внимание. Ким, возможно, мы... Привет, Вик, милая. Привет, Джин, что выпьешь? Неужели забыл? Чистый виски, как всегда. Это миссис Доранс и миссис Кимберли. Джин Агилви, мистер Кимберли, вы уже знакомы. Как поживаете? Пожалуйста, чистый виски, слушаюсь. Мне очень понравилась ваша песня, мисс Агилви. Благодарю. Знаешь, сегодня я здесь последний раз. А потом где? Потом я уеду в Голливуд на пробу. Почему в Голливуд? Вы не хотите на радио? Почему бы не на радио, ведь вы великолепны. И насколько же? Должно быть интересно быть певицей. Пожалуй. А вы чем занимаетесь? Я? Пожалуй, не... Она расти двоих детей, это хлопотное дело. Так вы замужем? Замечательно. Так здорово иметь семью и детей. Когда-нибудь я тоже выйду замуж. Просто выйти замуж? Это так старомодно. Думаю, нам пора домой, Ким. Я так не считаю. Это будет не слишком вежливо. Вик, может, ты уговоришь свою подругу перейти к нам на радио? Думаю, что у него получится, если он приложит усилия. Верно, милый? Я сделаю, что смогу. Меня зовут. Мне пора сейчас следующий номер. Я тебе позвоню. Когда? Завтра. Хорошо. Доброй ночи. И тебе. Всего вам доброго. Всего доброго. Ну вот, такой-то девушке приятно помочь с поиском работы, понимаете? Она отличная девушка и мой добрый друг. Да, дружба. Нету никаких друзей. У меня вот нет. Ким что-то не в себе. У него много отличных друзей. Много. Несомненно. Ну так, назови кого-нибудь. Ким, да их множество. Назови имя. Ким, сейчас я что-то не могу. О, миссис Кимберли, я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете. Порой и я... Не может никого назвать. Никого. О, видишь, Нивик? Не вижу, к чему ты клонишь. Сложно быть успешным в нашем деле. Я вышел в мир юным балбесом, в кармане у которого было лишь 50 баксов. Старый друг моего отца жалился и дал мне работу в рекламном агентстве. О, Ледверд. Слыхал о таком, Вик? Нет, не приходилось. Это было очень хорошее маленькое агентство. Занималось косметическим мылом. Извини, Ким наиграет Фокстрот. А только его я и умею танцевать. Ты не дослушаешь? Он совсем как ты. Никто не хочет слушать, как я добился успеха. Хорошо. Я слушаю. В чем же твой секрет? Я этого никому не говорил. Даже своему психоаналитику. То старое агентство держалось неплохо, пока хозяин не увяз в налогах и не попытался поправить дело, давая взятки. Но ФБР его быстро вычислили. Кто-то им сказал, и хозяина арестовали. Засадили в тюрьму. Но кто? Кто выдал хозяина? Если бы про него не сказали ФБР, он был бы на свободе. А я не получил бы возможности начать самостоятельное дело. Кто мог рассказать? Кто бы мог рассказать? Кто бы мог рассказать? Кто бы рассказал? Кей, мне очень жаль. Не стоит извиняться. Это был очень интересный вечер. Спасибо тебе. Нам обязательно надо послать друг другу открытки на Рождество. Прошу прощения. Ты ведь раньше не встречала таких людей, да? Я рада этой встрече. Они всем отличаются от тебя, и ко мне это тоже относится. Я не понимаю тебя, Вик. Кто ты? Что ты? Это просто. Я уроженец Запада, из города Форт Мэдисон. Я едва помню свою мать. У меня нет ни прошлого, ни будущего. Это обычно для людей моего круга. Я бы сказала, что будущее у тебя есть. О, да. Посиделки в ночных клубах, вроде нынешнего. Может, если мне очень привезет, у меня будет жизнь, как у Кимберли. И домик в Коннектикоте, который я не смогу посетить. Думаю, ты все же найдешь время. Ты не такой, как Кимберли. Да, не такой. Мы почти приехали. Остановите, пожалуйста, справа. Вон за тем фонарем. Вик, спасибо за все. За чудесный вечер. Сеанс свидетельских показаний и прочее. Нет, не выходи, пожалуйста. Кэй, сядь в машину. Сядь, Кэй. Езжайте на угол 54-го дома по второй авеню. А что там? Гараж с моей машиной. Куда мы поедем? Не знаю. Прочь из города. Ты когда-нибудь встречал рассвет на пляже? Нет. Мы поедем на Лонг-Айленд. Найдем какой-нибудь пляж. Хорошо, Вик. Знаешь, это странно. Всякий раз, как я настраиваюсь тебя уговаривать, ты уже соглашаешься. А ведь поначалу и не хотела. Да. Почему? Не знаю. Правда не знаю. Ты меня немного пугаешь. Так странно, что ты и вдруг вздумаешь поехать за город. Кэй, что бы между нами ни было, это не имеет отношения к рекламе. Скорее к Нью-Йорку. Ведь правда? Да. Вик, я хочу, чтобы ты понял кое-что. Вот это, я не несчастна. Мне нравится моя жизнь. Мой дом и мои дети. Я не одинока. Со мной то же самое. И я ничего от тебя не хочу. Кроме тебя самой. Вик, знаешь, когда я впервые тебя встретила, ты мне не очень понравился. Теперь это кажется таким далеким. Я не знала, что жизнь может быть такой. Я чувствую себя десятилетней. Хотела бы я с тобой познакомиться в этом возрасте. Я всегда была высокой. Даже выше большинства мальчиков. Терпеть не могла свой рост. Зато быстро научилась отвечать на насмешки. Я тоже всегда был верзилой. И всякий, кто вздумал бы смеяться надо мной, потом был не в лучшем положении. Дорогой мой, не утруждайся. Хорошо. Кэй, ведь я оказался прав. Хорошо, что мы сюда приехали. Ведь в городе столько вещей, которые только мешают. Да. Кэй, я знаю один симпатичный отель на побережье Коннектикута, недалеко от Клейпорта. Что? Он называется Синий Пингвин. Вик, ты мне нравишься. По-моему, ты очень... Ты мне нравишься. Но если ты думаешь, что я поеду с тобой в отель, это просто не обсуждается, Вик. Что? Видимо, мы друг друга не поняли. Ты подумала, что это какое-то предложение? Да, вроде этого. Ну, милая, ты все не так поняла. Послушай, моя комната вон там, а вон там, в другом крыле отеля, твоя. А если бы мы ехали поездом, например, ты бы волновалась? Нет. Ну, так давай развлечемся. Любишь ходить под парусом? Да, очень. Там есть три или четыре превосходнейших лодочки. Почему бы не снять здесь место, нанять лодку и плавать? Еще можно загорать, ловить рыбу, ужинать на террасе при лунном свете и снова встречать рассвет на пляже. Это как раз для нас, не так ли, Кей? Да, думаю, что для нас. До гостиницы можно добраться на такси всего за семь минут. Спроси меня у партии. Почему ты об этом говоришь? Ты бросишь меня здесь? Нет, но больше я об этом упоминать не буду. Пять часов утра в субботу. Я уеду сразу после завтрака. Есть поезд, четыре он уходит в Клейпорт. Ты придешь или не придешь? Я не стану нарушен тебя убеждать приехать туда. Но я воспользуюсь особой телепатией. Буду говорить тебе, Кей, пожалуйста, приезжай. Не думаю, что принесу пользу рекламному агентству Кимберли. Мои мысли заняты другим. Соедините меня с синим пингвином. Клейпорт, коннектикут. Именно, синий пингвин. Спасибо. Мистер Норман, уже 10.31. Извините, пожалуйста. А что такого страшного в это время? Мистер Кук сказал, что пока его нет, вы будете исполнять его обязанности, а в 10.30 он всегда слушал радио. По поступившим результатам опросов, доктора рекомендуют мыть детей косметическим мылом. Хотите научиться правильно читать? Слово «косметический». Попробуйте сказать «косметическое мыло». А теперь рассказ о крахе мужчины и звездном часе женщины. Программа «Жена и имя» появилась благодаря создателям косметического мыла. Вчера мы остановились... Мистер Норман, вы бы лучше послушали. В сегодняшней части герой потеряет ноги. Мисс Хаммер, запишите. Мистеру Кимберли. Дорогой Ким. Четыре года я почти не слушал радио. Абзац. Ким, за это время оно стало хуже, если это вообще возможно. Более раздражающим, слишком много рекламы, слишком много четко произносимых слов, как будто все слушатели первоклашки. Абзац. Я знаю, каково ладить с Эвенсом и некоторыми другими. Но думаю, что мы совершаем ошибку, позволяем действовать как хочется. Нам платят за советы. Так почему вы не напомните им, что люди платят за развлечения и их трансляцию? Так почему мы не можем предоставить им качественные развлечения? У них... Есть на это право, Ким, ведь мы врываемся в их дома. А никто не будет благодарен людям, которые, предлагая музыку и спектакли, тратят все время на рекламу товаров. Абзац. По-моему, радио давно пора перевернуть эту страницу. Мы постоянно поталкивали слушателей. Мы беспокоили и раздражали их. Мы оскорбляли и обманывали их. Превратили их дома в какие-то бокалейные лавки, где встречается всякое барахло. Ким, однажды 15 миллионов человек просто-напросто выключат радиоприемники. И все. Это станет... Это станет концом пути для тебя, меня и Эванса. Конец письма. Мистер Норман. Сэр. В чем дело? Думаете, я не прав? Я бы не сказала. Вы слушаете радио? Да, сэр. И? Я ему мщу. Как? Может, это глупо? Но я взяла себе за правило никогда не покупать то, что рекламируют. Даже косметическое мыло? А его особенно. Вы молодец, мисс Хаммер, молодец. Слушаю. Здравствуйте. Синий пингвин. Миссис Майклс там? Владелица? Ее больше здесь нет, говорит мистер Блейд. Новый владелец. Что вы хотите? Я хочу забронировать мои обычные комнаты в конце второго этажа. Номер 4. И номер 37. Которые в противоположном конце. Да, на эти выходные. Это бьется вам в 20 долларов за ночь. Да. А как я узнаю, что вы приедете? Люди звонят. Я должен быть уверен, что резервированная комната не пустует. Я там буду не позднее трех. Да. Сегодня. А теперь новая компания. Сейчас я уезжаю на выходные. Сейчас? Что ж, если что-то появится, я позвоню вам. Отель Синий Пингвин, так? Вздумайте звонить, отрежу уши. Запомните, вы никогда ничего не слышали об отеле Синий Пингвин. Да, сэр. Я ничего не слышала об отеле Синий Пингвин. Клейпорт 42449. До свидания, мисс Хаммер. До свидания, мистер Норман. Приятного отдыха. Куда бы ни ехали. Вы тут четыре года не были? Долго. То-то я не признал вас постоянного клиента. Ну да, мы не так уж хорошо справляемся. Почему бы не нанять мастера, починить кресло? У нас есть мастер, и он занят. Ладно, взглянем на 37-й, может он получше. Комната 37 занята, удержать для вас не смог. Но есть вот эта. Шестая. Хорошая. Вот, входите. Как вам это? Я же просил четвертую и 37-ю, почему вы их не удержали? Разве это важно? Какая разница? Это наши лучшие комнаты. Они сообщаются, вот дверь. Хотите, открою? Нет. Нет? Ну, как хотите. Может, если попросить, то люди из 37-го поменяются с вами? Если это так важно. Нет. Вот. Здесь пять долларов. Не принесете цветы в комнату? Конечно. В саду их полно. Только срезай. Отель «Синий пингвин», пожалуйста. Вы сказали «Синий пингвин»? Да. Вы знаете, где это? Конечно, я знаю. Это недалеко. Извините, если ошибся, но вы не из старых постояльцев. Вы бывали здесь, когда отель принадлежал миссис Майклс? Нет. Ладно. Тогда буду молчать и отвезу вас в «Синий пингвин». Музыка «Синий пингвин»! Леди, посмотрите. Вон там. Отель «Синий пингвин». Очаровательный отель. Да. Да. Коридорный слушает. Меня кто-нибудь спрашивал? Миссис Доранс? Нет, еще никого не было. Хорошо, спасибо. Эй, не стучи так громко. Пока удачи на моей стороне. Смотри, десятка. Пятнадцать. Прошу прощения. Двадцать пять тысяч. Ну как вам? Все равно не надо было так громко стучать. Испортишь еще. Теперь я. Погоди. Да. Чем могу помочь? Я... Я ищу мистера Нормана. А, вы миссис Доранс? Да. Сюда, пожалуйста. Миссис Доранс... Миссис Доранс... Миссис Доранс... За всем следить не успеваем Вот эта дверь соединяется с номером четыре Отпереть ее? Номер четыре? Да, комната мистера Нормана Ясно, спасибо Эй! Мистер Норман, прошу прощения, они меня заставили Сказали, что уволят меня, если я не позвоню Мистер Кимберли лично звонил Зачем они вас так стращали? Что-то насчет мистера Эйванса, что-то серьезное Завтра по этому поводу в кабинете мистера Эйванса будет собрание в 11 утра Но завтра же воскресенье Ну ладно Возможно, я запознаю, но приеду До свидания Ты чуть было не опоздал Ровно в 11? Да, но я надеялся, что смогу поговорить с тобой О чем? Ну, для начала я заметил, что ты игнорировал вопросы Эйванса Знаю, все эти хоровые так и точно звучат по-детски, но он любит получать ответы Тебе же это ничего не стоит Вик, я хочу извиниться за свое поведение тем вечером Забудь Я хочу извиниться и перед миссис Доранс тоже Она настоящая леди Вик Кто? Миссис Доранс А, она А теперь насчет нынешнего кризиса Бадди Хэйр приглашен на нашу передачу, он из Голливуда Ты его знаешь? Конечно, второсортный комедиан снимается в длинных фильмах Эйванс на нем помешался, хочет, чтобы он вел передачу Ясно Хочешь, я оценю наши шансы? Давай Найди величайшую голливудскую звезду для поддержки передачи Заплати ей соответствующий гонорар А закончится все провалом Отлично А если мы откажемся, Эйванс найдет другое агентство А если мы все сделаем и провалимся, то он обвинит нас, и мы его все равно потеряем Все едино, друг мой Мистер Эванс Садитесь Но вы думаете, что никому из вас, кроме меня, не хочется работать в воскресенье? Сейчас я не буду об этом говорить Я думаю, Бадди Хэйр замечателен Так же считают Боб Хоббан и Джек Бенни, так? Так Так Мистер Норман Бадди, неплохо Уж конечно Мы должны рассмотреть, подойдет ли Бадди Хэйр для нашей компании Я не хочу, чтобы вы, ребята, его упустили Мы не должны бросать деньги на ветер Понимаете, к чему я клоню? Вы присутствовали при начале этого дела, мистер Норман И я хочу, чтобы вы довели его до конца Получили, так сказать, все, что причитается И я хочу лишь напомнить, что если вы рассчитываете принять Хэйра То я не желаю, чтобы мое имя лишний раз упоминали в связи с этим делом Что ж, давайте все проясним, мистер Норман Ребята в вашем агентстве с таким же энтузиазмом относятся к этой затее, как и я Точно Я же полагал, что вы представляете агентство Но вы рекомендуете его и согласны со мной, да? Да Мистер Норман здесь еще новичок Я хочу поговорить с ним наедине Мистер Бадди Хэйр Пока вы и Кимберли отдыхали, я отправил своих людей на поиски информации Похоже, что его агент, мистер Дэвид Лаш из Голливуда Я знаю Дэйва Дэйв Вы знали, что мистер Лаш в Нью-Йорке? Нет Что ж, я потрудился узнать это Мистер Норман, когда я хочу нанять человека вроде Бадди Хэйра И цены вдруг начинают расти, и мне это не нравится Понимаю Мистер Дэвид Лаш сегодня возвращается в Голливуд на экспрессе Сэнчуэй И я буду там и заключу с ним сделку до того, как он узнает о вашем желании нанять Хэйра Превосходно Теперь поговорим о другом деле Вчера я узнал, что реклама, одобренная мной, не была запущена в эфир И что в этом повинна секретарша из вашего офиса Увольте ее Она хорошая девушка, редко ошибается Я не могу уволить ее только из-за этого Как ее зовут? Вряд ли я скажу вам это, мистер Эванс Несомненно, мистер Норман, у вас есть веская причина для подобного поведения До отправления поезда у вас осталось лишь несколько часов Что ж, если вы по-прежнему рассчитываете пикироваться со мной Советую вам вернуться из Голливуда с Бадди Хэром и веселым радио-шоу Очень веселым Очень веселым У меня еще есть несколько минут Отвезите меня, пожалуйста, к дому 22 на Партон-лейн Хорошо, сэр Да, сэр Мистер Норман, пришел к миссис Доранс Я сейчас Это очень важно, а мне некогда Здравствуй, Вик Так и знал, что у тебя сад Он совсем маленький, это считается? Даже не знаю, зачем я вообще к тебе пришел Разве что я не привык, когда меня избегают Это меня очень огорчает Я сожалею Сигарету Что меня задело, так это твое недоверие Ты не доверилась мне, я не пришла увидеть самостоятельно, держу ли я слово А ты сдержал, Вик? Нет Не сдержал Номера 6 и 4, сообщающиеся дверью Ты даже о репутации не побеспокоился, так? Все было там очевидно Можешь не верить, но я этого не планировал Но когда все получилось таким образом, я подумал, что Это будет удобно Ты скажешь что угодно, лишь бы настоять на своем, да? Всего наобещаешь Такой уж я человек Я не вводил тебя в заблуждение Что ж, я тебе не поверила Думала, что ты лучше Ну а теперь знаешь, каков я Теперь знаю Думаю, я уже говорил тебе это раньше Нам обязательно надо послать друг другу открытки на Рождество Мы с тобой совершенно разные люди Вот и все Я не могу изменить, Вик И я тоже А если мы забудем об этом, то через некоторое время я ведь снова приглашу тебя куда-нибудь А я сделаю то же, что сделала вчера Я уезжаю в Голливуд, мне пора на поезд Да? Надолго? На пару недель Хорошей поездки, Вик Счастливо, Гей Ну он же мой агент Кому знать, как не ему И он мне говорит Милочка, у девушки должна быть хотя бы одна норковая шуба Иначе в Голливуде ее уважать не будут Но я и купила Джин, поверить не могу, Вик, Вик, дорогой мой Привет, милочка, я-то думал, что ты давно уехала Я рада, что задержалась Да, и я тоже Джин, ну и хороша же ты Просто потрясающе Ты стала куда красивее с тех пор, как я тебя видел Даже и не знаю, ты правду говоришь А какие у тебя ресницы? Хороши, да? Замечательно, Хороши Как ты меня нашел? Прогуливался по вагону, выбирая на кого поохотиться? Знаешь, я искал кое-кого Дэйв Лаша А, этого агента Он в клубном вагоне По крайней мере, был там недавно В клубном вагоне? Именно там Постой Вот он, я его вижу Послушай, когда в разговоре будет пауза Упомяни Бадди Хейра В хорошем или плохом свете? В ужасном Хуже артиста ты вообще не видела Понятно Привет, Дэйв О, привет, Вик Джин, давно не виделись Присаживайтесь, ребята Знакомы с моим новым ассистентом Фредди Каллахэй Раз знакомству Будете что-нибудь пить? Нет, спасибо Мы с тобой вечно встречаемся в поездах или самолетах, Дэйв Точно А ведь я тебя не видел еще с тех пор, как ты ушел в армию Рад, что ты вернулся Это умный парень, Фредди Я пока обучаю Фредди нашему делу Пока что он научил меня здорово проигрывать в карты На чем работаешь, Вик? Что тебя привело на побережье? Да так, решил осмотреться Здесь ведь такие красивые места? Да, великолепные виды Как это похоже на всех нас? Что для нас железная дорога? Просто отрезок между Голливудом и Нью-Йорком, где люди мыло покупают Вот Фредди урок номер один Если парень вроде Вика не говорит агенту, зачем он едет Это означает, что он находится за каким-то талантами и боится, что мы завысим цены Верно, Вик? Ты учитель Кого бы ты ни искал, можешь купить у нас Как так? Мы всеми занимаемся Всеми хорошими Парнишка прав Знаешь что? Говорят, что я установил монополию Ты даже мной занимаешься? Разве, Джин? Неужели забыл? Пару месяцев назад вы устроили для меня пробы? Вот видишь, Вика у нас только лучшие Ну не надо, вы всеми занимаетесь Вы ведь даже Бадди Хейра дела ведете Точно А с ним-то мы что делаем? Пытаемся устроить в радиошоу В таком случае я лучше буду слушать гул пылесоса, а не радио Джин, думаю, ты слишком строга к нему, он не так уж и плох Честно говоря, она права Знаешь, Дэйв, нам бы лучше от него избавиться А куда его удалось длинуть? Только в одну передачу Это слишком мало Надо устроить его на нормальную работу, чтобы он мог прокормиться Тогда и можно будет его бросить, но не раньше Джин, может, пойдем перекусим? Постой, ты еще не сказал, кого ты собираешься нанять? Пока что вы не упомянули никого, кроме Бадди Хейра А я не собираюсь брать его только для того, чтобы помочь Дэйва Ну, увидимся Пока Увидимся Дэйв Ты ведь не видел, как мы продаем товар? Еще нет Ну, пока я не перешел на кабинетную работу, я неплохо справлялся Да, я знаю Этот Вик умный парень, а Бадди Хейр дешевка Но спорим, я продам Бадди Хейр и Вику Хорошо, спорим Договорились Дэвид Лаш, Дэвид Лаш, телеграмма для мистера Дэвида Лаши Сюда Мистер Лаш? Нет, но мы едем вместе, я передам ему Распишитесь А для мистера Валентайна вы не передадите телеграмму? Боюсь, что нет Благодарю, сэр Любопытный случай для сравнения морали Передавать ее или нет Думаешь, кто-то мог ему телеграфировать, что ты ищешь Бадди Хейра? Именно так Знаешь, в детстве я жила в Бруклине, меня научили одной вещи Тут лежит чек за две лампы ценой в 9 долларов Спасибо, Джин Не за что, мне понравилось Знаешь, такая девушка, как ты, была бы очень полезна человеку вроде меня Как это? В смысле бизнеса, разумеется Вам нужна секретарша, мистер Норман? Это было бы замечательно Некоторым такое нравится Должно быть, ты была тем еще с рванцом Да и сейчас бываю, если человек окажется дрянной А если хороший? А для хорошего Я не такой крепкий орешек Знаешь, мне раньше никогда не нравилось ездить поездом Но эта поездка прекрасная Что скажешь? Не знаю То есть, как не знаешь? Ты так упорно стараешься впарить мне самого себя, Вик? О чем это ты? Я тебя знаю, как облуплено, дорогуша Ведь ты сейчас думаешь об этой миссис Дорренс, да? Сейчас я думаю только о тебе Что ж, попробуй меня убедить Я о большем не прошу Только убеди меня в этом И все станет прекрасно Альбукерки Погляди, сувениры Мистер, не хотите купить индейский костюм? Нет, пожалуй Детский Разве у вас с мисс нет детей? Ну и что с того? Тогда, может быть, у вас есть знакомые дети? Мальчик? Девочка? Нет, пожалуй Ах нет, если подумать, то мистер действительно знает одного мальчика и одну девочку Мне надо было раньше вспомнить, что он очень любит детей Особая цена Десять долларов в полный набор с перьями Нет, пойдем лучше Я пойду куплю журнал Не хочу вставать между детьми и индейскими костюмами Отправляемся Три А у меня только десятка Пожалуй, все Ну, пойду-ка я спать Хочу быть бодрым завтра, когда мы приедем Давайте еще сыграем, а потом разойдемся Вик, подумал бы ты еще о Бадди Хэйре Может, он тебе сгодится? Дэйв, да вряд ли у Бадди вообще есть шансы куда-то пробиться Если постараться, то с любым комедиантом можно сделать отличное шоу Зачем всегда искать легкие пути? Ну нет, я не люблю лишних трудностей Если бы я мог, то зарабатывал бы на жизнь ничего не деланием Вот что я тебе скажу Давай просто попробуем Пристрои его в какое-нибудь шоу Пусть с маленькой зарплатой И посмотрим, что можно сделать Дэйв, послушай Я возьму у тебя Бадди Хэйра Возьмешь? Но только на моих условиях Мы сейчас их все тут и запишем Не хочу я никаких проблем с адвокатами и лишними формальностями Ладно, все что угодно Договорились? Договорились Но как, парень? Не знаю, как вам это удалось Я их в рамочку вставлю Это значит, что я еще не потерял свою хватку Это нечто невероятное Я продал Бадди Хэйра Вику Норману Чудо-сделка Да? Да, это замечательно Вот только... Можно ему сказать? Что? Скажем ему, Вик Как хочешь, все равно он узнает утром Это твоя чудо-сделка Совершилась только потому, что Вик специально приехал, чтобы добыть Бадди Хэйра Ну, ты хитрый делец, Вик Просто с тобой хорошо иметь дело Фредди, держи свои пять долларов И вот моя пятерка Я ведь ничего не продал Ты ведь умеешь хранить секреты? Ну, конечно Тогда гарантирую тебе повышение зарплаты Эй, мне начинает нравиться этот бизнес Отель Сансет Хиллз Да, кто там? Это Фредди Калыха, и я привез Бадди Хэйра Здравствуй, Вик, дружище Вот он, Бадди Хэйр Привет, старик Можешь звать меня Бадди Привет Меня обычно зовут Виком, но ты зови Виктором Ну ты крут, дружище Бадди с нетерпением ждет шоу У него же столько идей появилось для тебя Еще бы, у меня ведь есть такой материал Закачаешься Тебе даже ни о чем думать не придется, Вик Сейчас я больше волнуюсь о том, как от этого очиститься Так что, кто тут посылал за писателями? Я Джорджи Гейвер Напишу что угодно на любой тем Макс Хорман, Надежда Радио И просто один из лучших журналистов Америки Вы, ребята, так долго сотрудничаете Что даже друг за друга предложение заканчиваете Знаешь, Джорджи, думаешь, что... У него есть для нас работа Согласен Эй, постойте, я тут комик Думаю, вы знаете Бадди Хэйра Да Знаем такого Какими судьбами Бадди? Он комедиант Круто Бадди, это твои писатели Писатели, да кому они нужны, Вик Я все сам Ребята, вы тут сообразите что-нибудь веселое для Бадди А я пока пойду добреюсь Ну, мне это подойдет Я где угодно могу работать И ему нужно что-то веселое Куда уж веселее Вик, старикан, доплюнь ты на этих писателей А я откалываю такие шутки, какие этими ребятами не снились Слушай А что вообще за программа у этого Айванса? Может встретимся с ним? Нет, уж не хочу с ним встречаться с утра Класс Слушай, какую бы программу ты не хотел сделать Я способен справиться с ней без чужой помощи Бадди Хэйр самолично отвечает за свои шутки У меня свой класс Повседневные вещи Вот вроде моего костюма Понимаешь? Да, понимаю Ты выделяешься Говори уже у меня свой класс Сделаю любую программу, какую пожелаешь Сейчас я тебе прочту что-нибудь из своего обычного набора Я живу в отличном отеле В номере за два доллара горячая вода и симпатяшка горничная Но комната такая маленькая, что тебе пришлось отказаться Да, потому что невозможно ходить скручившись А в столовый потолок такой низкий Что там подают только Камбалу Ну-ка, что это? Погоди Вот что я придумал, совершенно сам Ты смотри, что он умеет Ты послушай Нет, ты послушай, откуда ты берешь эту ерунду? Да так, по-разному У других комиков тоже Ну, у меня был творческий кризис Творческий кризис? С тех пор, как я работал в рекламе конфет В рекламе конфет, да? Слушай, а что если мы... Сделаем что-то вроде групповой рекламы? Диктор, отвечающий Ты в той рекламе что говорил? Ну, так, акустика здесь не важная, но звучало это вроде так Я выхожу на сцену и говорю Что ж, пока шоу не началось, я хочу сделать объявление Наши постоянные покупатели, конечно же, знакомы с широким выбором наших конфет А теперь я представлю вам новый сорт Угощайтесь, замечательные калифорнийские фрукты в шоколаде Ну, пожалуй, я пойду Давай Одному из вас посчастливится выиграть настоящие водонепроницаемые часы Массачусетс Я слышал, что вы сказали, сэр Вы утверждаете, что это не настоящие часы Массачусетс По-вашему, это подделка? Они не стоят 50 долларов Так убедитесь, что это самые настоящие водонепроницаемые часы Массачусетс Давайте, давайте спросим Давайте спросим почтенную публику Нет Единственная цель нашей программы – продать мыло Видишь? Мыло Эй, я понял Сейчас вот увидишь, вот Смотри Я выйду на сцену вот так Поскальзываюсь Подходит ведущий, подносит мне микрофон, я говорю Привет, ребята Косметическое мыло – просто отпад Нет Нет Кажется, придумал, что нам с ним делать Правда? Я бы поставил его на улице и повесил на него табличку Нет, я серьезно Нам придется с ним работать и сделать что-то приличное Придумал, придумал 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 Нужно вот что Я подхожу к двери, вот так Ну Начинаю ее красить черной краской Ты просто в ярости Точно Ты говоришь Убирайся и больше не пачкай мою дверь Классно, да? Потрясающе Вот и попробуем Больше не пачкай мое жилище Мне нравится Больше не пачкай Больше не пачкай мое жилище Извини, Бадди И я пока хочу поговорить с ребятами А хочешь, я притворюсь, будто подглядываю Подглядывай за тем, как подглядывают другие Я тебе завтра позвоню Ну, вы поняли, каков он Думаю, надо использовать его клоунскую натуру Что ж, клоунадо он устроил неплохое Неплохо, может быть, что и получится Что, неужели снова он? Не, не снова Послушай Прошу прощения Да Вам телеграмма из офиса, мистер Норман Да-да, проходите Благодарю Присаживайтесь Привет, ребята Привет Я пыталась дозвониться, но служащий отеля сказал, что это невозможно Да, не люблю, когда меня беспокоят по утрам Пришло срочное сообщение от мистера Кимберли из Нью-Йорка Мистеру Норману от мистера Кимберли Эванс хочет знать, какое шоу вы планируете для Бадди Хэйра И просит представить описание, чтобы мы могли обсудить его здесь Прошу ответить незамедлительно Сейчас ответим Готовы? Вам не нужно ничего обсуждать Записью занимаюсь я, а не вы Все Подпись, Вик Ты действительно так в себе уверен? Не знаю, но пытаюсь выглядеть уверенно Благодарю вас, мистер Норман Пока, мальчики Пока Всего доброго, мистер Норман Всего доброго Легко же тебе заводить знакомство Мне это ни к чему, у меня есть девушка Что, уже успел? Сейчас не об этом, послушайте Я хочу устроить что-нибудь вроде обычного комедийного шоу с участием хорошего оркестра Самое сложное — найти свежий материал для Бадди Можно сделать из него просто комментатора Например Вы уже сделали подарки любимым? Не забывайте, беда всегда приходит нежданно Приезжайте на отдых в Милморч Здесь вас встретят тенистые рощи и залитые солнцем луга Отдохните в роскошном окружении Хотите научиться правильно читать? Слово «косметический» попробуйте сказать Косметическое мыло Ух ты, вот это да! Самые лучшие легкие завтраки Привет Ты то, что нужно, Джин Правда, Вик? Ты ужасно красивая девушка Ты ведь это серьёзно, да? Я так рада, Вик Я уж думала, что потеряла тебя из-за той миссис, как её там Ну идём, помоги мне накрыть на стол Достань вино из холодильника Ты здесь уже целый день, а ещё не загорел, в чём дело? Пришлось весь день провести работы с писателями Шоу будет хорошим? Думаю, можно на это рассчитывать Но нам не помешала бы певица Эй! Джин, если у тебя не пойдёт с кинопробами, ты обещаешь спеть так, как я скажу? Ой, Вик, это было бы замечательно Да Но будешь ли ты петь так, как я скажу? Это зависит от того, что именно ты скажешь Наш работодатель Эванс немного глуховат Ему нравится, когда поют громко, громко и бодро Бодро так, трам-пам-пам Ему нравятся такие же песни, как моему отцу Но, Вик, это так старомодно Современные песни мягкие, нежные и менее бодрые Сейчас публике такое нравится К сожалению, вкусы публики не имеют никакого отношения к радио Считаются только с мнением спонсора Было бы плохо не прислушаться к совету такого опытного человека, как ты Вик Правда, хорошо, что мы с тобой занимаемся одним делом Всё получается так удобно, как ты думаешь? Да, Джин Удобнее даже и быть не может Эй, Огилви Присядь Сейчас Только налью тебе немного бронди Надо было мне принести домашние тапочки Мне нравится делать тебе приятное, Вик И нравится, когда ты у меня дома Уж такая я девушка, нравится мне Вик Норман Ты мне тоже нравишься, Джин Милочка Удивительно увидеть здесь пингвина В чём дело? У тебя на них аллергия? Можно и так сказать В чём дело, милый? Да ни в чём, Джин, это ерунда Ну, на чём мы остановились? Как думаешь, что я хотел сказать? Ах, да Джин Дело в ней, да? Что-то вдруг напомнило тебе о ней Я ведь была права, так? Давай не будем об этом, Джин И не перебивай меня Я была права У меня никаких шансов, ведь так? Ах, Вик, ты ведь любишь её Послушай, Джин Может, пойдём в кино? Конечно Может Посмотрим какой-нибудь вестерн с пальбой Не думаю, что тебе нравятся романтические любовные истории Ведь так Вик? Кто там? Это Кей Как же я по тебе соскучился Как соскучился И я тоже Мне так тебя не доставало Далеко же ты забралась от дома Мне пришлось притвориться, будто у меня срочное дело в Калифорнии Но это не так Знаете, что, мистер Норман? Вы красивы Знаешь что? Ты сумасшедшая Наверное, так и есть Я просто больше не могла терпеть И мигом полетела сюда Помнишь, что я всегда говорил? Ты честная женщина Думаю, ты привык к таким выходкам? К преследующим тебя женщинам? Не хочу тебя огорчать Но меня почти никто никогда не преследует Потому что это верный признак безумия Теперь, когда я здесь Я даже не знаю, что сказать Ведь почти ничего не изменилось С той нашей ссоры в Нью-Йорке Нет, многое изменилось Что? Не знаю Но когда я минуту назад услышал твой голос Милая, тебе есть где остановиться? У меня билет на обратный рейс До него еще два часа Но я так хотела снова тебя увидеть Не хочешь немного задержаться? На сегодня Хорошо Главное, чтобы ты был со мной Я поговорю с клерком Может, сумею добыть для тебя номер? Сумею добыть тебе номер в другом крыле Рекламное агентство Кимберли Доброе утро Мистер Норман Мы вас повсюду разыскивали Для вас срочное сообщение Ну что ж, в мире ничего не меняется Мистер Норман Вас все это утро разыскивать по телетайпу Отошли эти две Нет, три дюжины роз Миссис Фрэнсис Доран С в отель Сансет Хиллз Да, сэр О, мистер Норман В Нью-Йорке все сходят с ума Я передам, что вы прибыли Проблема, значит? Да еще в такое чудесное утро Что у них там? Мистер Норман Мы потеряли боди Хейра Хотя вы столько времени на него потратили Что? Мы не можем его терять? Вот ответ От Кима Вику Это серьезно Лаш выдал агентам Опцион на Хейра До заключения Сделки с тобой Дэйв оставил нас в дураках Ох уж, этот мистер Лаш Так нечестно Это не так Должна быть, это ошибка Дэйв Лаш честный человек Позвоните ему, скажите, что я приеду Передайте мистеру Кимберли следующее Успокойся, Ким, я все устрою Обнимаю Вик Привет, Вик Привет, Дэйв Знакомьтесь Это Гарри Сконнер А это Йон Лоусон Раз знакомству Вике, эти люди позвонили мне где-то месяц назад И прислали договор от организации Кивса для боди Хейры Я об этом совсем забыл, но права на законных основаниях принадлежат им, а соответственно и боди Хейр Тебе же нет Следовательно, боди Хейр будет работать у Кивса, а не у вас Кроме того, я изучил опцион, который вы заключили в поезде Любой хороший адвокат разобьет его в дребезги Ага, и с каких пор ты прибегаешь к услугам законников? Гарри, ты же знаешь, что судебные процессы не для меня Дэйв, у меня есть одна мысль Это устроит и Кивса, и меня Боди ведь обошелся тебе в приличную сумму денег И сколько же? Можно устроить вот что Ты скажешь Кивсу, что предоставишь ему знаменитость И ты дашь ему знаменитого актера за гонорар, причитавшийся бы Боди Хейру Ты оплачиваешь эту разницу Но это обойдется... Это обойдется по тысяче в неделю, на год или еще больше Возможно, Дэйв Мистер Лэш, лучше обратиться в суд Мы выиграем дело, и это будет стоить лишь тысячу плюс судебные издержки Мы дадим вам скидку Дэйв, можно поговорить с тобой наедине? Хорошо, выйдите пока, ребята Мы будем рядом, думаю, мы вам понадобимся Дэйв, для меня это важно Я вижу Ты помнишь тот ночной рейс года четыре назад? Какой рейс? Мы с тобой летели на восток Я собирался вступить в армию, а ты возвращался в Нью-Йорк, чтобы успеть к званому обеду Помнишь? Обеду? Я не очень-то люблю подобные мероприятия Ты тогда разговорился Рассказал, что когда ты еще мальчишкой жил в Нью-Йорке, тебя арестовали за ростом Помнишь? Иногда я слишком разговорчив Что ж, в этом нет ничего постыдного А потом ты рассказал, что по дороге в Нью-Йорк тебе подошел член какой-то благотворительной организации Он говорил о том, какой отличный пример может подать ребятам человек вроде тебя Дэйв Думаю, что этим можно гордиться Я этим действительно горжусь Каждый год я делаю пожертвования юношеским клубам в моем районе В таких клубах дети могут собираться играть, вместо того, чтобы шататься по улицам Это же замечательные дети У них в каждом клубе висит мой портрет, словно я какой-то герой И ты хочешь подвезти этих детей? Подвезти? Что ты говоришь? Дэйв, да ты подумай Стоит этому делу с Бадди Хэйром выйти наружу, что неизбежно И сразу же появятся люди, которым неприятно будет видеть человека вроде тебя, нечестного человека в детских клубах Как думаешь, что они скажут? Что агент допустил ошибку? Нет Ты ведь это понимаешь, Дэйв Они скажут, что это была уловка Бесчестный поступок Они скажут, что подобному человеку вообще нельзя доверять И как это понравится детям, которым ты пытаешься помочь? Ведь они думают, что ты всего добился честным путем и считают тебя кумиром Дэйв, я не знаю Дэйв, я не знаю Дэйв, я не знаю Дэйв, я ударил тебя по больному месту, но я этого не хотел Так я и добитья женщин и детей докачусь Дэйв, ты окажешь мне услугу, если забудешь, что я вообще все это говорил То, что ты сказал, правда Продолжай свое шоу с Бадди Хэйром Я попробую найти какое-нибудь решение Возможно, то, которое ты предложил Дэйв, я поступил отвратительно И прошу у тебя прощения Ты получил своего Бадди Хэйра Ты победил Я прошу у тебя прощения Я тебя уважаю, Вик Ты получил то, за чем пришел Я предпочел бы получить прощение, а не уважение Как я и говорил, я испытываю к тебе уважение Хотел бы я сказать то же самое по отношению к себе Что ж, теперь ты знаешь Ты знаешь, каков я Ну же, дорогой, не волнуйся об этом Всякий человек совершал что-то, чего потом следился Не могу представить, чтобы ты сделала нечто подобное Мне, конечно, нравится стоять на Бенде Старе, но не преувеличивай Милый, нам ведь так повезло Правда? Ну-ка, давай погуляем Как красиво, правда? Этот мыс называется вдохновением Еще бы Ты не ответил на мой вопрос Я спросила, правда нам повезло? Ведь мы есть друг у друга, а что еще важно? Очень многое Многое Кей, возвращайся в Нью-Йорк Первым же самолетом Хорошо, Вик Нет, не грусти, я не то имел в виду Я не хочу жить с тобой в какой-то гостинице Я хочу, чтобы у нас все было правильно И знаешь, после этого шоу с Бадди Хэйром Я получу отличную работу, которая позволит мне содержать дом на Саттан Уэйс Вик Вик, милый Прежде я говорил, что деньги всего лишь деньги А этот дом недалеко от школы Так что твои дети Перестань, лучше поцелуй меня КОНЕЦ Не входить Ничего в голову не идет Что, еще кофе? Нет, бесполезно, я и сяк Пойду-ка я домой, садись У меня жена, знаешь ли Так она меня и бросить может? Если перестанешь дергаться и допишешь текст, то ты ее еще увидишь Спасибо, приятель В этот раз вы просто превзошли себя Еще денек работы, и все будет сделано Давайте-ка я прочту текст еще разок Ну нет, если ты опять начнешь читать эти шутки, я с собой покончу Надеюсь, у Эванса не будет такой же реакции, когда я приеду в Нью-Йорк с записью Нет, почему же? Лучше наоборот Привет, Вик Ким, ты вообще спишь когда-нибудь? Идем к машине, нам надо торопиться Зачем? Специальное совещание у Эванса начнется через 20 минут Что? В два ночи? Ты же знаешь Эванса Ну же, расскажи, мне все прошло нормально? Да, все было гладко Багги Хэйр хорош, как и следовало ожидать Я привез запись Ты куда? Мне надо позвонить, а Эванс подождет Разве нельзя позвонить позже, Вик? Алло? Вик Милый мой, где ты? В аэропорту Какой у тебя теплый и сонный голос Я соскучился по тебе, дорогая Ты меня любишь? Я тебя обожаю Я сейчас оденусь, а ты приезжай поскорее Я не могу Подъезжай к офису Эванса и подожди в машине Припаркуйся со стороны Уолл-стрит Когда подъедешь, посигналь три раза А я пока обеспечу нам годовой доход Мне пора Ждет человек, который будет оплачивать наши счета Не забудь, милая, три раза Идем, идем Разве ты хочешь разозлить Эванса? Только не сейчас Это для меня слишком важно Ну так идем Ким Я влюблен Влюблен и помолвлен Отлично, Вик, но давай я тебя в машине поздравлю Это Кэй, Кэй Доранс Правда? Замечательно, Вик, но У нее двое детей Да, я помню, они снимались в рекламе вместе Давай ты мне все расскажешь по пути А для детей нужны деньги На сиделок, на всякие каши, одежду Ким Поставь цены в 35 тысяч, а не 20 тысяч Послушай, Вик, если ты считаешь, что тебе это сойдет Ладно 35 тысяч в год, если Эвансу понравится Плюс премии И премии тоже Договорились А теперь уладим дела с Эвансом Это местечко на морг смахивает Не говорил бы ты такого, а, Вик? Заперто Запись, пожалуйста Мистер Эванс сначала хочет ее услышать Без вас Отдай ей записи Ждите здесь С возвращением, мистер Норман Он что-то задумал Я волнуюсь Ты всегда волнуешься Как эти записи? Шоу удалось? По-моему, оно вышло смешным Но вот покажется ли оно смешным Эвансу, не знаю Расскажи мне, что там еще была за актриса Нет, актриса в шоу не участвовала Но думаю, что открыл новую певицу Настоящую звезду Да? Кого? Ты ее знаешь Это Джим Огилви Джим Огилви? Певички из ночного клуба Пустое место Все мы когда-то были пустым местом Но мы же состоялись Не беспокойся Как я могу не беспокоиться? Тут что-то творится До тех пор, как я сказал ему о твоем отказе прислать текст для Бадди Хейра Он больше об этом и не заикался Я уверен, он заготовил какую-то пакость А слушай, Ким, мы не можем прыгать Почему это? Да я же говорил Потому что я влюблен и могу воспользоваться им Я не собираюсь просто ждать Я выжму из него все соки Как только смогу диктовать условия Бег не так громко Что если он остановил здесь прослушивание? Уверен, я заболею Прекрати уже, слышишь? Все шишки на меня посыпаются Что ж, самое время Теперь вы можете зайти Доброе утро, мистер Норман Здравствуйте, сэр Здравствуйте, Кимберли Здравствуйте, мистер Эванс Эдисон, принесите письмо Которое я написал сегодня вечером Я всегда знаю, что надо делать Так? Так? Так Это письмо адресовано моему старшему сыну Эвену Луэвену Эвансу Третьему Мой дорогой сын Сейчас ты находишься далеко за морем На содержании у армии И я стал замечать, что твои письма Ко мне стали все более неуважительными Мой дорогой капитан Эвен Луэвен Эванс Третий Я всегда знаю, что надо делать А если это не так То мне надо обсудить все с самим собой И моими сотрудниками Чтобы не наделать глупостей Так 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 Это, сын мой, и называется организацией Причем она имеет такое же отношение к индивидууму, как и к группе Далее письмо становится личным Интересно, поймет ли сын мою мысль Вы прекрасно ее выразили, мистер Эванс Превосходно Хотелось бы и мне иметь сына, чтобы переписываться с ним Пусть поймет, какие у нас бывают проблемы Мистер Норман, вы сами поставили себе целью записать эту рекламную акцию Вы проигнорировали нашу обычную процедуру обсуждения Полного и подробного обсуждения Вы уехали и справлялись со всем самостоятельно Сегодня мы прослушали запись Твердое доказательство того, что произойдет, если вы действуете одиночно Эта реклама поставит нас на недосягаемую высоту, так? Так Прослушав эту запись, я могу сказать лишь Что вы, как индивидуум, очень хорошо организованы Ваша программа великолепна, мистер Норман Великолепна Так? Так Честно говоря, я не удивился бы обратному результату Но она оказалась отличной А это певица Джин Когелли Знаете, у нее такой голос Скорей сюда, скорее сюда Тра-та-та Мистер Норман, я вас поздравляю Теперь вы работаете в нашей компании Мистер Кемберли, вы ведь уже все обсудили с мистером Норманом? Ну, он хочет получать 35 тысяч в год плюс премии Что ж, мистер Норман, это вас устраивает? 35 тысяч в год, огромные деньги Огромные Огромные Так? Так А сейчас деньги мне очень нужны Мистер Эванс Сегодня вы славно позабавились за мой счет Но такая забава дурной тон Слишком детское и бесполезное развлечение Вы заставили меня сказать так, когда вам было это надо И вам удалось заполучить меня в качестве менеджера и устрашителя Устрашителя? Устрашителя Вы управляете другими с помощью страха Страх держит всех в подчинении Раньше я не знал страха, но теперь знаю Знаю, каково это бояться потерять работу до такой степени, чтобы ударить по больному месту замечательного человека вроде Дэйва Лаша, который всегда был добр И он принес много добра другим людям Я скажу вам кое-что Мне не нравится запугивать других людей Мистер Эванс, во всем мире нет таких денег, чтобы заставить меня работать на вас Вик, Вик, мистер Эванс, только... Вы негодяй, богатый, успешный негодяй Но есть и другие Тираны, деспоты Таких, как вы, очень много в бизнесе И когда я думаю, что подобный вам человек контролирует информацию, звучащую в домах множеству людей, это меня бесит Понимаете, к чему я клоню? Дорогой Что-то случилось Милый, им не понравилось твое шоу Мне так... Им понравилось шоу, им очень понравилось Тогда в чем же дело? Кей, я сейчас покажу тебе нечто, что тебе не понравится Давай сядем в машину и поедем к твоему дому Давай сядем в машина и поедем к твоему дому Дорогой, что это? Где мы? Уолтон Маркет Уолтон Маркет Здесь рано начинается работа Вик, я больше не могу это выносить, в чем дело? Милые новости плохие Я просто сначала хотел показать тебе, как я буду жить Не сейчас, Вик Но я ведь уже не маленькая девочка, так что говори сейчас Дорогой, я же вижу, как ты обеспокоен тем, что тебе приходится делать Ну так что же произошло? Что? Я сейчас отказался от работы, с меня хватит Так что нам с тобой придется ждать еще долго, прежде чем мы сможем пожениться Вот что я хотел сказать Так что если хочешь, Кей... Что? Это вопрос самоуважения После ухода из армии мои взгляды на жизнь изменились Я становился похожим вот на такого парня Сюда, сюда, подходите немедленно Вам необходимы ручки, вы можете себе их позволить Понимаешь, Кей? Конечно же, понимаю Какой же ты ребенок, мой милый Ты возненавидел дело, которым занимался И просто хочешь все бросить Уехать жить на Таити или еще что-то такое Хорошая мысль Да, но ты слишком хорош, Вик Почему бы тебе не заняться тем, во что ты веришь, и жить с достоинством и вкусом? Эта карьера достойна мужчины, ею можно гордиться Неужели тебе это не нравится? Почему? Тут нет чего-то зазорного, кроме того, что это все, чем я владею Так что понадобится много времени, прежде чем я смогу обеспечить тебе дом, одежду и все Дело в этом верно Когда ты говоришь о деньгах, ты имеешь в виду большие деньги Но это совсем не важно, Вик На этом строится жизнь, если жить как Кимберли Но если как мы Вик, ты замечательный дурачок Мы с тобой поженимся как можно скорее И тогда ты будешь заниматься тем, чем хочешь И только это важно А вовсе не деньги Ты ведь это серьезно, да? Конечно Что ж, ты сама напросилась Подходи, налетай Зачем ты это сделал? Теперь мы начнем с совершенно равного имущества С нуля Так будет удобнее Перевод выполнен по заказу R-9 студии для компании Светло Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова